Новина, глава 10. Когда Адонесек, сидя к царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Иисусом и с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов и больше Гая, и все жители вы люди храбрые. Посему Адонеседек, царь Иерусалимский, послал Гагаму, царю Хевронскому, и к Фераму, царю Иормувскому, и к Яфию, царю Лохистскому, и к Девиру, царю Яглонскому, чтобы сказать, придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми. Они собрались и пошли пять царей Амарейских, царь Иусалимский, царь Хевронский, царь Иормувский, царь Лохистский, царь Яглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подлига Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в Стан Израильский, в Галгал, сказать, не отними руки твои от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь. Ибо собрались против нас все цари Амарейские, живущие на горах. Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу, не бойся их, ибо Я предал их в руки твои, никто из них не устоит перед лицом твоим. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гавоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от Азраильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни Града до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней Града, нежели тех, которых умертвили сыны Израиля мечом на сражении. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог Амареев в руки Израилю, когда побил их в Гавоне, и они побиты были перед лицом сынов Израилевых. И сказал перед израильтянами, стой солнце над Гавоном, и луна над долиной Айолонской, и остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного, стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы глаза человеческого, ибо Господь сражался за Израилем. Потом возвратился Иисус, и весь Израиль с ним встанут в Галгал. А те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано, нашлись пять царей, они скрылись в пещере в Македе, Иисус сказал, привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей и стеречь их. А вы не останавливайтесь здесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их. Ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши. После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в станки Иисусу в Макед с миром, и никто на сынов Израилях не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал, откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех. Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех. Царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иормовского, царя Лохистского и царя Иглонского. Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям-воинам, входившим с ним, «Подойдите, наступите ногами вашими на вы и царя Исих». Они подошли и наступили ногами своими на вы их. Иисус сказал им, не бойтесь и не ужасайтесь, будьте твердые и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать. Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревах, и висели они на деревах до вечера. При захождении солнца приказал Иисус и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. В тот же день взял Иисус Макет и поразил его мечом, и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел и избежал. И поступил с царем Макетским, так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Македа к ливне, и воевал против ливны. И предал Господь и ее в руки Израиля, и взяли ее, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом, и все дышащее, что находилось в ней. Никого не оставил в ней, кто бы уцелел и избежал. И поступил с царем ее, так же, как поступил с царем Иерихонским. Из ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к лахесу, и расположились подле него станом, и воевал против него. И предал Господь лахес в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом, и все дышащее, что было в нем, и истребил его так, как поступил с ливною. Тогда пришел на помощь лахесу Гарам, царь Газерский. Но Иисус поразил его и народ его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел и избежал. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из лахеса к иглону, и расположились подле него станом, и воевали против него. И предал его Господь в руки Израиля, и взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с лахесом. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из иглона к Хеврону, и воевали против него. И взяли его, и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он из иглона, предал заклятию его, и все дышащее, что находилось в нем. Потом обратился Иисус и весь израиль с ним к Давиру, и воевал против него. И взял его, и царя его, и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию их, и все дышащее, что находилось в нем. Никого не осталось, кто уцелел бы. Как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливной и царем ее. И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их никого не оставил, кто уцелел бы. И все дышащее предал заклятию, как повелел Господь, Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен, даже до Гаваона. И всех царей сих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израилем. Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в Стан, в Галгал. Новин, глава 11. Услышав сие Иовин, царь Ассорский, послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шемронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу на горе, и на равнине с южной стороны Хонарофа, и на низменных местах, и в Нафовдоре, к западу. К Хананеям, которые жили к востоку и к морю, к Камареям, и Хитеям, и Ферезеям, и к Ебуисеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подли Ермона в земле Масифи. И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском. И коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари сии, и пришли, и расположились Становы вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу, не бойся их, ибо завтра, около сего времени, я предам всех их на избиение сынам Израиля. Коням же их перережь жилы, и колеснице их сожги огнем. Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским, и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян. И поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого, и до Мистрифов Маима. И до долины Митсфы, к востоку, и перебили их, так что никого из них не осталось, кто усцелел бы и избежал бы. И выступил Иисус, поступил с ними так, как сказал ему Господь. Коням их перерезал жилы, и колесницей их сожг огнем. В то же время, возвратившись, Иисус взял Оссор, и царя его убил мечом. Оссор же прежде был главой у всех царств стих. И побили все дышащее, что было в нем мечом. Все предал заклятию, не осталось ни одной души, и Оссор сожег он огнем. И все города царей сих, и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предавая их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень. Впрочем, всех городов, лежащих на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Оссора, который сжег Иисус. А всю добычу городов сих и весь скот разграбили сыны Израилева себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили из них ни одной души. Как повелел Господь Моисею рабу своему, так Моисей заповедовал Иисусу, а Иисус так и сделал. Не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом, Иисус взял всю эту Нагорную землю, всю землю Полуденную, всю землю Гошен, и низменные места, и равнину Егору Израилеву, и низменные места при горе, от горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваалгада, в долине Ливанской, подли горы Ермона, и всех царей их взял, поразил их и убил. Долгое время вел Иисус войну со всеми семи царями. Не было ни одного города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Иевеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое, и войной встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил всех евакимов на горе в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудина и на всей горе Израилевой, с городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из евакимов в земле сынов Израилевых, а остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. Навеян. Глава 12. Глава 13. 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 Глава 14. Глава 14. Глава 14. Глава 14. Глава 14. Глава 15. 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 Глава 15.